О свободе выбора. Зачем Всевышний сотворил мир? Ответ на этот вопрос прост, но в то же время затрагивает одну из сокровеннейших тайн мироздания. Ибо, как мы не в силах до конца понять Всевышнего, так мы не можем полностью понять и Его намерения. И все-таки, глядя на Его творение, мы пытаемся понять, зачем Он создал мир. Тора говорит, что Сам Всевышний побуждает нас искать причину творения. Мы знаем, что Всевышний – источник добра. Более того, именно Он и только Он определяет, что есть добро. Каждый Его поступок полон самой чистой и беспредельной любви. Его доброта и Его любовь – вот те инструменты, с помощью которых осуществляется цель творения. Царь Давид сказал, Господь добр ко всем, Его любовь на всех Его деяниях. Таилим 145.9 Всевышний совершен и не нуждается ни в чем, в том числе и в творении. Поэтому мы можем сказать, что у Него не было необходимости создавать мир. Всевышний создал мир, чтобы наполнить Его своим добром. Мир построен на милости. Таилим 89.3 Возможности Всевышнего безграничны. Из чего следует, что Его любовь тоже безгранична и должна наполнять Его творение величайшим добром. А поскольку, как мы уже говорили, Он сам определяет, что есть добро, то величайшее добро это исходит прямо от самого Всевышнего. Человеку, чтобы все это оценить или хотя бы различить, нужна некоторая доля контрастов. Поэтому, чтобы мир в своем существовании познавал благо божественного присутствия, он должен сначала испытать Его отсутствие. И вот наш мир, нижний из цепи миров, соединяющих Творца и Творения, создан так, что присутствие Всевышнего в нем совершенно неразличимо. Всевышний сделал Вселенную местом обитания человека Творения, способного воспринимать добро, даруемое Творцом. Человек должен был быть способен испытывать и осознавать радость и счастье и обладать способностью общения со своим Создателем. Тогда все в мире стало бы для него способом получать дары Всевышнего. Вот почему, завершая Творение, Всевышний сказал, «Если нет гостей, какая радость Царю от угощения, которое Он для них приготовил». Человек создан так, что он способен понимать и глубоко переживать величайшее добро, именуемое Бог. И мы можем сказать, что Божественной целью Творения было дать понять себя самого существу чрезвычайно удаленного и неизмеримо ниже стоящему, чем он сам. Сказано об этом, что он пожелал пребывать в низшем мире. Человек создан так, что ему доставляет радость совершать добро. Это свойство человеческой психологии необходимо для исполнения цели Творения. Но как узнать, что хорошо, а что плохо? На жизненный опыт мы положиться в этом случае не можем. Любой поступок хорош или плох, в зависимости от условий, в которых он совершен, и в зависимости от бытующих в данном коллективе представлений о том, что хорошо и что плохо. Дать жаждущим воды – хорошо, но при некоторых ранениях это бывает смертельно опасно. Кроме того, наши поступки, слова и мысли воздействуют на бесконечную систему миров, а они, в свою очередь, воздействуют на нас. Каким точно образом это происходит, мы не знаем. Что же для нас хорошо и что полезно? Мы можем узнать это только от абсолютного авторитета, то есть от Создателя мира, из его Торы или через его пророков. Поэтому наибольшая радость – практическое исполнение законов Торы. «Ну вот, опять порочный круг», – скажет кто-нибудь из читателей. «Сначала я должен поверить в то, что Всевышний существует, что абсолютный авторитет есть». Да, этот шаг может сделать только сам человек, ибо сказано «все в руках неба, кроме страха перед небом». Но можно ли предположить, что существует согласованный в необозримом числе деталей мир без Творца и Господина мира? Для того, чтобы человек мог пережить радость исполнения заповедей, Бог раскрыл ему свою волю. От имени Всевышнего пророк учит нас. «Я, Господь, Бог Твой, научающий Тебя для Твоей пользы, наставляющий Тебя на путь, по которому ходить Тебе». Ишаяху 48.17 Исполняя божественные повеления, мы осуществляем цель Его творения. И учит нас псалмопевец «Ты указываешь мне путь жизни, полнота радости перед Тобой и вечное блаженство в деснице Твоей». Иелим 16.11 Чтобы исполнение закона приносило радость, человек должен знать, что все зависит от его свободного выбора, что он не вынужден так поступать. Такова одна из причин, по которой Бог дал человеку свободу воли. Такая свобода воли, конечно, есть следствие божественной справедливости. Но с другой стороны, она обусловлена той целью, ради которой и была создана Вселенная. Ибо Бог так устроил мир, что его дары человек получает, только когда желает и добивается этих даров. А это возможно лишь при условии наличия у него свободы воли. Мы можем воспринять эту мысль и на более высоком уровне. Высшее добро есть сам Всевышний. Высшее добро, которое он может даровать, это он сам. Нет большего блага, чем приближение к Творцу всех благ. И поскольку Всевышний хочет дать человеку максимум добра, он дает ему способность быть похожим на себя и бесконечно приближаться к себе. В этом и состоит смысл дарования человеку свободы воли. Как свободно поступает Всевышний, так же свободно поступает и человек. Согласно мнению многих комментаторов, именно это имеется в виду, когда Тора говорит, что человек создан по образу Всевышнего. Но чтобы действительно иметь свободный выбор, человек должен обладать не только внутренней свободой воли, но и реальной свободой выбора. То есть он должен жить в мире, в котором возможен выбор между послушанием и бунтом. Чтобы такой выбор существовал, Всевышний и создал мир, в котором действует добро и зло. Он говорит своему пророку, «Я создаю свет и творю тьму. Я делаю добро и творю зло. Я, Господь, делаю все». Ешаяу 45.7 Чем труднее выполнить божественное веление, тем большее удовлетворение испытывает человек, исполнив его. И это чувство является фундаментальным элементом психологии человека. Всевышний создал мир, поставив перед человеком задачи огромной сложности. Всевышний так устроил этот мир, что служить ему здесь по-настоящему очень трудно. Всевышний допускает зло и искушение, хотя они могут послужить причиной того, что люди забудут его или будут безразличны к нему и его учению. Они сделают неверный выбор, заблудятся на жизненном пути. Такова цена, которую платит свободный человек. Зато другие заслужат награду, свободно избрав добро. Мудрецы наши учат нас, что мир был сотворен ради праведников. Даже зло служит божественной цели, усиливая удовлетворение того, кто, служа Всевышнему, преодолел искушение и увеличил награду, которую получит в будущем. Чем труднее преграды, тем больше радость победы, тем выше награда. Наши мудрецы учат нас, воздаяние соответствует страданию. Зло создано для того, чтобы мы его преодолели. Так сказано в Писании. Вот, бояться Господа – это мудрость, и удаляться от зла – разум. Иов 28.28 Однако здесь мы сталкиваемся с существенным противоречием. Мир, в котором можно заслужить божественную награду, прямо противоположен тому, каким он должен быть, чтобы в нем стоило эту награду получить. Чтобы путь человека был путем любви, на котором никакая степень послушания и исполнения не слишком велика, ибо делаешь это для любимого, и, следовательно, путем, который заслуживает наибольшей награды, человек должен служить Всевышнему в мире, в котором у него есть возможность выбора между добром и злом, в мире, в котором само существование Всевышнего и божественная природа Его заповедей не видны и не ясны. А тот мир, в котором человек мог бы сполна получить свою награду, должен обладать прямо противоположными качествами. В мире воздаяния и Всевышний, и божественная природа заповедей должны быть очевидны. Высшее добро – сам Всевышний, и награда – это близость к Нему. Чем больше эта близость, тем больше награда. Так же, как желание быть с любимым в природе любви. Лишь тогда, когда человек ясно осознает истинную природу своих поступков, он может достичь вершины радости, совершая их. Для этого Бог создал два уровня существования. Он создал Олам-Газе – этот мир, средоточие искушений, труда и преодоления, где мы зарабатываем себе свое конечное воздаяние. И он создал второй уровень – Олам-Габба – грядущий мир, мир конечного воздаяния, в котором истинная природа наших дел будет совершенно очевидна. Так существование этих двух миров разрешает противоречие. Олам-Газе ставит перед нами величайшие задачи, а Олам-Габба дает высшие возможности для осознания истинной цели наших поступков, истинной природы наших трудностей, а также и того, как мы решили поставленные перед нами задачи. Итак, принцип свободы воли человека, дающий ему абсолютную свободу выбора между добром и злом, является основой нашей веры. Мошарабейну говорит от имени Всевышнего «В свидетели призываю на вас ныне небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери же жизнь, дабы жить тебе и потомству твоему». Дворим 30.19 Еврейская традиция учит нас, что каждый человек сам выбирает свой жизненный путь, хороший или плохой. У каждого есть возможность достичь высшего человеческого совершенства, или пасть в грязь и деградировать. Если человек отказывается внимать зову праведности и избирает зло, ему не на кого пенять, потому что решение целиком его собственное. Это имеет в виду Писание, говоря, «Зло и добро не из уст Всевышнего исходят. Так что же жаловаться живому человеку, сильному мужу, на свои грехи?» Эйха 3.38.39 Конечно, многое ограничивает возможности человека. Умственные способности, здоровье или личные особенности могут быть преградами на его пути в этом мире. И тем не менее, каждый может выбирать, служить ли ему Всевышнему в меру своих сил и способностей. Этому учат нас мудрецы наши «Все в руках неба, кроме страха перед небом». Интересно отметить, что согласно современной научной картине мира, свобода воли является интегральной частью творения. Наука говорит, что элемент неопределенности или свободы воли в кавычках присущ каждому кванту материи, и это ясно указывает на то, что Вселенная была создана как поле деятельности существа, наделенного свободой воли, человека. Эта свобода воли дает человеку возможность не просто реагировать на внешние стимулы и обстоятельства, но определять и выбирать свои поступки. Хотя действия каждого человека могут зависеть от его наследственности, воспитания, окружения, эти факторы не диктуют человеку, какой выбор ему сделать. Нередко мы слышим, почему Всевышний не заставит человека делать добро и выполнять его заповеди. поняв цель творения Вселенной, мы поймем, почему он не заставляет человека следовать его воле. Свобода воли – одно из первых условий достижения божественной цели творения. Всевышний хочет, чтобы мы делали добро, но он хочет так же, чтобы мы хотели его делать и делали потому, что хотим этого. Понятие о морали неприложимо к Всевышнему. Нравственность и мораль существуют лишь для блага человека, но это благо достижимо лишь когда человек действует свободно и, соответственно, зло приносит ущерб тому, кто его делает, но никак не затрагивает Всевышнего. Он говорит своему пророку, «На меня ли гнев их, не более ли на самих себя для посрамления лица своего?» Ирмиягу 7.19 Поскольку свобода воли – одно из первых условий достижения божественной цели, Всевышний не совершает ничего, что могло бы ограничивать свободный выбор человека между добром и злом. Так, например, он непосредственно не награждает за добрые поступки и не воздает немедленно за злые, чтобы человек сам по внутреннему побуждению решал быть ему праведником или злодеем и не делает Господь чудес, когда они могут лишить человека свободы выбора. Есть тут и другой парадокс, который обсуждают почти все еврейские мыслители. «Если Всевышний – всеведущ и знает все, что каждый человек сделает в будущем, как можем мы говорить о свободном выборе?» Причина парадокса в том, что мы не понимаем, как именно Всевышнему ведомо будущее. «Пока человек живет в материальном мире, где действуют физические законы, его ум ограничен временем, и он не в состоянии заглянуть за пределы времени, где и находится разрешение парадокса. Однако мы знаем, что Всевышний каким-то образом ограничивает свое знание будущего с тем, чтобы дать человеку возможность сделать свой выбор. Из-за ограниченности нашего понимания мы не знаем, каким именно образом происходит это самоограничение божественного знания. Но главное не в этом. Главное в том, что знание Всевышнего никоим образом не лишает человека свободы выбора. Возможно, дело обстоит так. Мы знаем, что Всевышний существует вне времени, а это означает, что его знание будущего идентично его знанию прошлого и настоящего. А поскольку его знание прошлого и настоящего не препятствует свободе воли человека, то и знание будущего не должно ограничивать свободы выбора. Иначе говоря, тот, кто сотворил время, может делать с ним все, что хочет. К тому же время было создано Всевышним не для себя, не потому, что он в нем нуждается, а для того, чтобы мир стал полем действия человека ради его же пользы. Эту идею выразил в Мишне рабе Акива. Будущее известно, но дана свобода воли. Мир судится ради добра, однако все зависит от совокупности деяний человека. Конец цитаты. Говоря, что будущее известно, но дана свобода воли, рабе Акива выявляет парадокс кажущегося противоречия между свободой воли человека и божественным знанием будущего. Мир судится ради добра, однако все зависит от совокупности деяний человека. И время, и сам этот парадокс для того и были созданы, чтобы исполнилось предназначение судить мир по делам каждого. Случается, что Всевышний раскрывает будущие поступки человека. Такое предсказание, однако, всегда зависит от свободного выбора человека, и поэтому он им не связан. Господь лишь раскрывает наиболее вероятный ход событий, основанный на знании натуры человека, но не мешает человеку пойти против своей природы, и этого не может учесть никакое пророчество. Вместе с тем бывают случаи, когда пророки предсказывают, что еще нерожденные дети станут плохими людьми. Но и здесь конечный выбор все-таки остается за человеком, ибо дурное предсказание может быть отменено, если раскаются те, к кому оно относится. Это предупреждение еще, а не кара. Таково было, например, предсказание пророка Ионы о разрушении Ниневии. Даже когда Всевышний открывает пророку, что некто совершит злодеяние, он не раскрывает меры этого проступка. Таким образом, тот факт, что преступление было предсказано, не освобождает злодея от наказания. Вторе сказано «И сказал он Аврааму «Знай, что пришельцами будет потомство твое в стране чужой, поработят их и будут угнетать их четыреста лет, но и над племенем, которому они служить будут, произведу я суд». Берешит 15, 13, 14. «Мы видим, что хотя решение было уже вынесено, все же людей судили по их делам, и египтяне были наказаны за то, что усердствовали в причинении евреям страданий». Говорит Всевышний своему пророку «И великим негодованием негодую на народы безбоязненные, ибо я немного прогневался на народ мой, а они усилили зло». Захария 1, 15. Всевышний не лишает свободы выбора каждого отдельного человека, но он предопределяет весь ход истории. Коллективная воля народов в значительной степени детерминирована Всевышним. Поэтому он часто предопределяет волю царей, президентов и вождей всех видов, чтобы управлять ходом истории. Об этом в Писании сказано «Сердце царя в руке Господа, он поворачивает его куда хочет». Мишлей 21.1 «Хотя Всевышний непрямо влияет на поведение человека, наши мудрецы учат нас, что он часто ведет человека по пути, по которому тот сам предпочитает идти. Тому, кто приходит очистить себя, Всевышний помогает». Конец цитаты. Всевышний может подсказать человеку мысли, которые помогут ему следовать правильным путем или вызвать события, которые воодушевят его. «Покажи мне, Господи, путь твой, я буду ходить в истине твоей, сделай, чтобы сердце мое трепетало от имени твоего». Ты, Элим, 86-11 «Есть много способов, которыми Всевышний создает обстоятельства, ведущие праведного по правильному пути, а злодеям предоставляется возможность и случай продолжать злодействовать». Цитата. «Когда человек приходит, чтобы сделать себя нечистым, дверь для него открыта». Конец цитаты. «Но войти ли в дверь нечистоты, каждый решает сам». И все же временами человек бывает так плохо, что достижение высшей божественной цели нельзя совместить с сохранением у злодея права выбора, и Всевышний лишает его возможности раскаяться. Пример этому мы находим у пророка Ишая Ягу 6-10. Говорит ему Всевышний «Утучни сердце народа сего, и отяготи уши его, и глаза его отврати, а то увидит он глазами своими, и ушами своими услышит, и сердце его поймет, и обратится, и исцелиться». О том же говорит Всевышний Мошер Абейну «Я же дам ожесточиться сердцу фараона и умножу знамения мои и чудеса мои в земле египетской». Шмот 7-3. «Бог не заставляет человека быть плохим, но если его злодеяния превышают некий предел, он теряет шанс раскаяться, но сначала, как учат нас мудрецы, Всевышний многократно предупреждает грешника, и только если предупреждения не действуют, ворота раскаяния могут закрыться». В конце концов, вся жизнь это испытание, но иногда Всевышний подвергает человека особым испытаниям, и в этих особо сложных обстоятельствах при решении предельно трудной задачи проявляется вера человека и его преданность Всевышнему. Надо только помнить, что трудность задачи никогда не превышает реальных сил и возможностей человека. А кто лучше, чем Творец, пред которым нет тайн, знает истинные и физические и душевные силы человека? И псалмопевец говорит, «Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его». Таилим 11.5 «Медраж учит нас, гончар испытывает целый кувшин, а не тот, в котором есть трещина. Так же и Бог испытывает не злодеев, а праведных». Конец цитаты. Есть немало причин, по которым Всевышний испытывает человека. Чаще всего для выявления его скрытых возможностей. Это необходимо, чтобы человек получил воздаяние, ибо воздаяние полагается ему за дела, а не за намерения. «Дела ваши будут вознаграждены», говорит Писание Деврей Аямин 2.15.7. И часто ставится очень трудная задача, чтобы большим было вознаграждение. В других случаях Бог испытывает человека, чтобы его скрытые силы и способности стали известны и ему самому, и окружающим. Поэтому нередко испытания приходят к человеку перед тем, как он должен быть возвеличен или избран для руководства другими людьми. И все-таки, хотя Всевышний часто и направляет, и испытывает человека, конечный выбор между добром и злом полностью зависит от самого человека. Правильно поступил человек или сделал плохое дело, ответственно всегда лежит на нем самом. Каждый в состоянии контролировать свои поступки, если он приложит достаточно серьезные усилия. Отец не ставит невыполнимой задачи перед сыном. Человек был сотворен, чтобы быть хозяином своей судьбы, и в этом качестве он несет за нее полную ответственность. судьбой судьбой